Всем добрый день! Сегодня у нас 22 апреля, на улице очень тепло, комфортная погода, и сегодня я хочу с вами обсудить такую тему, как отдых в Турции на майские праздники. Друзья, на майские праздники многие мечтают поехать в Турцию, не в Турцию, не только в Турцию, но вообще на море, отдохнуть душой и телом, насытиться морским воздухом и укрепить свой иммунитет. Но так как сейчас, как вы знаете, заранее покупать билеты совсем неправильно, я бы так сказала, даже опасно, так как может снова быть рост заболеваемости по коронавирусу, могут еще отменить рейсы ваши, перенести их, это будет не совсем для вас удобно, поэтому на данный момент правильнее всего бронировать и покупать билеты за две недели до вылета, и сейчас это как раз майские праздники, когда у многих выходные дни, и можно использовать этот момент для отдыха. Какие же сейчас требования для въезда в Турцию? Раньше у всех обязательно просили ПЦР-тест. Вот мы когда также въезжали в Турцию, на машине мы въезжали 1 февраля, у нас смотрели ПЦР-тесты. Сейчас для того, чтобы въехать в Турцию, ПЦР-тесты не обязательны, нужны сертификаты, нужен сертификат о вакцинации спутником ВИИ, и он обязательно должен быть на английском языке, с QR-кодом, распечатанном виде. Если у вас нет вакцинации, то нужно все-таки сделать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа, должен взяться материал, пока вы прилетите в Турцию. И также либо эти документы могут заменить справка о перенесенном заболевании. Также вам необходимо будет взять загранпаспорт обязательно, и нужно будет заполнить за 72 часа ХС-коды. Они заполняются очень легко. Такая анкета на специальном турецком сайте, я оставлю здесь в описании ссылку. Вы ее заполняете, там все легко и просто на русском языке, и вам присваивается QR-код. Обязательно это сделайте, не забудьте, могут у вас это запросить. Правда, сейчас вот раньше, в феврале у нас просили в каждом торговом центре QR-коды, сейчас этого вообще нигде не просят, но на всякий случай лучше сделать. Также, какие еще требования? Ну, вроде бы, больше никаких требований нет. Сейчас с вами посмотрим, какие на данный момент есть туры в Турцию. Цены, конечно, подросли. В прошлом году мы на двоих с мужем покупали такой самый дешевый вариант. За 64 тысячи рублей в апреле тоже летали на 7 дней. Сейчас уже почти в два раза выросли цены, но все равно это приемлемо. Хочу вам показать, какие примеры туров есть в Турцию на майские праздники. Вот мой любимый сайт, это Интурист. Мы оттуда уже летали, даже родителям, сами бронировали тур, и нам на почту просто высылали, чтобы мы распечатали все, что нужно для вылета, и мы просто сами распечатывали. То есть мы не ходили ни в какое турагентство, а просто сами самостоятельно бронировали и так отдыхали. На этом сайте вот есть вариант в Марморис, и можно подробнее, например, зайти, посмотреть. Здесь уже цены выше. Кстати, вот вы смотрите, допустим, тур, и когда заходите в сам тур, цена может быть выше, так как, допустим, этот тур уже забронировали по такой вот цене, или, например, за топливный сбор еще дополнительно могут взять. Вот, еще учитывайте, что вот это на двоих взрослых. Ну, например, давайте посмотрим вот этот тур. 7 ночей, все включено. Так, 119 тысяч. Нажимаем купить. И здесь вот, видите, стоимость тура также изменилась, так как добавляет еще топливный сбор. Вот, так что учитывайте, что, например, если на первой странице такая цена, то за такую же цену, возможно, вы не сможете забронировать тур. Но здесь дальше все просто. Дальше вы смотрите, откуда вылет, с какого аэропорта, удобно ли вам будет вообще, что входит в тур. Также можно... Здесь нужно заполнить данные все. Отправляете это все. И дальше с вами свяжется уже по почте человек. И скинет вам правила вылета. И все вам объяснит подробно. В принципе, ничего сложного. Есть также сайт... Много разных сайтов. Я вам просто для примера показываю. Сайт Pegas. Здесь тоже вылет из Москвы в Турцию с 29 по 4 мая. И двое взрослых. Вот, смотрите, есть туры вот такие вот. Товоланью, 3 звезды. От 69 тысяч рублей. Также переходим. Здесь можно дополнительно посмотреть фотографии. И следующий сайт, где также мы тоже лично на своем опыте. Последний раз покупали тур. Это в прошлом году, в апреле. И уехали в Травелата. Здесь много туров. В том числе здесь разные туроператоры есть. Можно потом перейти, посмотреть. Вот, например, дату вылета сделаем с... 28-го, 29-го числа. И вот фильтр от дешевых дороги. Смотрите. Цены начинаются от 102 тысяч. И включают топливный сбор. То есть дополнительно еще накидывать цену не будут. Это уже окончательная цена. И вот это пятизвездочный отель в Анталии, в Турции. До пляжа до 100 метров. Если мы примерно подытожим, то туры в Турцию на майские праздники стоят от 1000 долларов на двоих. Хороший такой вариант. Например, вы смотрите. И вот. Библиоглобус. Это туроператор Библиоглобус. Это туроператор Пегас Туристик. То есть можно, например, выбрать Пегас. Стандарт номер с видом на сад. Выбираете тур. И здесь уже появляется также вся необходимая информация. Так вот вы себе подбираете удобный вариант вылета, удобный тур. Чтобы все подходило под ваши требования.